Виктория Павленко Ученые из КАИФУ выиграли гранты Российского фонда фундаментальных исследований. Поддержку получили 10 проектов ВУЗа. Один из них защитили молодые математики во главе с Павлом Ляховым. Ученые предлагают новые подходы к обработке фото, видеоизображений и других визуальных данных. Сегодня их распознавание идет с помощью искусственного интеллекта. Для этого используются искусственные нейронные сети. Они очень сложны и с множеством настраиваемых параметров. При обработке изображений расходуется много энергии, требуется огромное количество аппаратуры. Мы пытаемся решить эту проблему в таком направлении, чтобы максимально снизить ресурсы затраты на сверточную нейронную сеть, чтобы такие сети сделать более компактными и их можно было бы удобнее применять на практике для более широких кругозадач. Нейронные сети помогут обрабатывать снимки томографии. Беспилотному автомобилю они подскажут обстановку на дороге, распознают дорожные знаки, машины и пешеходов. По словам ученых, сфер применения может быть много. Сейчас математики пытаются найти баланс между снижением энергоресурсов и точностью распознавания данных. Свои методы и модели они отрабатывают на собственном устройстве. Это не просто камера, это еще и камера с встроенным цифровым фильтром. Вот в данном прототипе встроен фильтр выделения контуров, и для вычисления вот этих контуров используются наши новые математические методы. Не менее перспективные исследования ведут и маститы ученые вуза. Так за новый проект взялся профессор Валерий Мочилов. Вместе с единомышленниками он предлагает нетрадиционный подход к построению телекоммуникационной сети. Такая сеть состоит из сетевых элементов, и каждый из них уже запрограммирован производителем. Чтобы создать новый сервис или услугу, нужно перепрограммировать десятки, сотни таких элементов. Это под силу только специалистам высокого класса, и то не всегда. Мы предлагаем систему коммутаторов другую. Они были простые очень коммутаторы, с отсутствием всякого интеллекта. То есть коммутатор будет только, пришел входной сигнал, ну, кое-что с ним произошло, там, заголовок проанализировали его, обработка небольшая, и пошел он дальше. Никакого интеллекта, там, как сейчас, в них уже заложена целая там микросхема, микропроцессоры, которые ведут обработку. Этого не будет ничего у нас. Искусственный интеллект разместят на удаленных серверах. Администраторы будут работать с виртуальными сетями. При таком подходе добавить новый сервис или услугу будет легко. Повысится и качество обслуживания пользователей системы инфокоммуникаций, того же интернета. Сейчас ученые оценивают надежность и эффективность таких систем. Итоги подведут через два года. Исследованиями уже заинтересовались коллеги в Швейцарии, Индии и других странах. Именно за такими проектами будущее, уверены в университете и Российском фонде фундаментальных исследований. В Ставрополе завершается региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников. За право выйти в финал борются 2500 ребят. На базе эскайфу уже прошли испытания по 15 предметам. По сравнению с прошлым годом задания стали сложнее. Участникам нужно было знать смежные дисциплины и нестандартно мыслить. В практическом туре ребят ждали непростые задачи, опыты и эксперименты. Так физики выявляли характеристики электрической цепи в черном ящике. Результаты подтвердили. Ставропольские школьники сильны в литературе, истории, обществознании и ОБЖ. Появились в регионе и знатоки астрономии, экологии. Но самый главный сюрприз ждал на Олимпиаде по биологии. Здесь по сравнению с прошлыми годами произошел настоящий прорыв. И в этом есть заслуга преподавателей вуза. Хорошие результаты показали ученики биологических школ при СКИФУ. Есть уверенность в том, что некоторые ребята попадут на заключительный этап. И будем надеяться, что они станут победителями, призерами Всероссийской Олимпиады школьников. А если они еще и к нам поступят, то это будут наши гордости, наши звезды студенческие. Финал Всероссийской Олимпиады по биологии второй год подряд пройдет в СКИФУ. Уже в апреле здесь соберутся самые талантливые школьники со всей страны. Победители и призеры Олимпиады во время учебы в вузе будут получать стипендию президента России. А это 20 тысяч рублей ежемесячно. СКИФУ готовится к самому долгожданному событию весны – конкурсу красоты, грации и обаяния. Мисс СКИФУ. За корону поборются 12 претенденток. Это представительницы институтов и филиалов вуза, а также одна иностранная студентка СКИФУ. Самых достойных выбирают по итогам конкурсов. Отборы уже стартовали. Первыми показали, на что способны представительницы гуманитарного института. Девушки порадовали не только своей красотой и талантами. Во время дефиле они показали отличное умение держаться на сцене. Для будущей мисс СКИФУ это важный навык. В последнее время первые места занимают именно девушки, которые чувствуют себя свободно, которые общаются с зрителями, как будто они это делают каждый день, которые говорят не заготовленные речи, а как будто только что пришедшие им в голову мысли, которые не просто талантливые, а мега талантливые. И всегда выбрать такую очень сложно, потому что таких красоток в нашем университете, к счастью, всегда много. Требования к участницам очень высокие. Победительнице конкурса, возможно, предстоит защищать честь вуза и страны на международных конкурсах красоты и грации. Кому достанется корона и титул мисс СКИФУ, станет известно уже в апреле. Студенты СКИФУ облачились в военную форму. Новобранцы 2019 года приступили к занятиям на военной кафедре вуза. Чему и в каких условиях учат ребята, расскажем в нашем сюжете. Этого дня студенты СКИФУ ждали долго. Чтобы поступить на военную кафедру вуза, им пришлось пройти серьезный отбор. Среди требований не только отличное здоровье. Все кандидаты должны хорошо учиться и быть в отличной физической форме. На плацу собрались лучшие из лучших. Оказаться в их числе – большая честь для каждого новобранца. Порадоваться за своих сыновей на торжественное построение пришли родители ребят. Мой сын поступил на военную кафедру. Я очень горда. У нас семейная такая династия военных. Поэтому я испытываю чувство радости, наверное, гордости. Видя вообще военная форма, для меня это очень так престижно, красиво. После торжественного марша новобранцы приступили к занятиям. Будущие солдаты запаса будут учиться раз в неделю-полтора года. К воинской дисциплине они привыкают с первого же дня. Первое занятие посвящено основам государства и права. Ребят знакомят с основными угрозами безопасности России. Будущим солдатам запаса предстоит изучить 14 дисциплин. Они освоят огневую, тактическую, разведывательную, строевую подготовку, познакомятся с общевоинскими уставами. В соседней аудитории занятия не у солдат, а у будущих сержантов запаса. Они учатся на военной кафедре уже полгода. Очередной урок посвящен стрелковому оружию. Навыки его сборки и разборки ребята отрабатывают шаг за шагом. Некоторые не просто укладываются в нормативы, а ставят рекорды по скорости. Здесь же, в электронном тире, студенты стреляют по мишеням. Попасть в цель сразу получается не у всех. Нужно время приноровиться. За успехами ребят наблюдают почетные гости вуза – ветераны. Нам и не снилось, что мы в таких условиях учились, как они. Вот у них все это дело прекрасно выглядит. И я бы сам с удовольствием сейчас еще поступил на первый курс баштовому и закончил бы учебу с отличной оценкой. Учат студентов офицеры запаса кандидаты военных наук. Испытать себя ребята смогут после освоения всей программы. Тогда их ждет главный экзамен на прочность. Они все вместе убывают на сборы в одну из воинских частей нашего Ставропольского края, либо соседних субъектов федерации, где за 30 дней проходят практическое обучение тем теоретическим основам, которые они здесь приобрели, и принимают присягу. Военный билет и солдаты и сержанты запаса получат вместе с дипломом. В планах СКФУ готовят также офицеров запаса. Для этого в федеральном создают все необходимые условия. А теперь переходим к нашей любимой рубрике студт-твиты. Что же вы успели запечатлеть и опубликовать с хэштегом СКФУ или студент СКФУ, узнаем прямо сейчас. Прошлая неделя была очень интересной, и первое место в нашем рейтинге занимает девушка с псевдонимом Аня Вишня. В Институте образования и социальных наук прошла ежегодная школа превосходных людей. Аня впервые попробовала себя в роли ведущей мастер-класса, и, судя по положительным отзывам, все прошло на ура. Серебро даем парню с никнеймом Pinky Caps. В Инженерном институте была запущена эстафета, за что я люблю Инженерный институт. И за такую интересную фотографию он и получает наше второе место. И бронзу забирает синицы на Татьяна. Бойцы студенческих отрядов Ставрополья отметили 60-летие РСО. Таня, как боец педагогического отряда классики, не смогла пропустить это мероприятие. Она не только поздравила своих друзей с праздником, но и хорошо провела время. Вот такие новости от наших вуз-фолловеров. Нет, вставайте и вы. Публикуйте свои фото с хэштегом СКФУ или студент СКФУ, и, возможно, именно вы попадете в наш следующий выпуск. Как всегда, еще больше информации вы сможете найти на официальном сайте Северокавказского федерального университета. С вами был самый лучший студенческий информатор ВУЗ Блог, и я, Виктория Павленко. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова